дорогие друзья добрый день сегодня мы с леной пришли в наш любимый bosco кафе гум второй этаж чтобы рассказать вам про классные дайверские часы лена представитель компании sublim главный дилер часов в россии а может быть и в мире лена очень круто разбирается часах давно вы уже в этой индустрии вот и мы сегодня подготовили для вас подборку классных дайверских часов причем от сейка до бланпа и там тусят японцев и до самых там крутейших швейцарцев кроме того это не просто дайверы самые разные но этот дайвер и каждый дайвер с какой-то особенной фишечкой она всем добрый день артем рад тебя сегодня видите принимать себя в гостях у нас здесь поиска кафе и действительно сегодня расскажем про только самые интересные часы тогда начать вам по 50 фатамс почему именно с них почему же потому что это были первые дайверские часы такими какими мы их знаем вот с этим самым безелем который вот вращается в одном направлении в другое направление не вращается чтобы не допустить там изменений времени нахождение под водой при этом стрелки мета и метки покрыты мощным мощным слоем ливеновый чтобы все это светилась на глубине где свет уже не так много ну и естественно у часов водозащита достаточно приличная когда-то и 100 метров было неплохо сейчас уже 200 300 и 500 метров часах встречается у меня в руках бланпа 50 фатамс по образу и подобие тех самых первых часов максимально повторяет дизайн тогда конечно же не было большой дата такой на 6 часах вот сейчас она есть часы были тоже не 300 метров и но тоже уже там 100 метров по моему они были уже это был насколько я помню заказ такой для французских моряков для французских ныряльщиков после этого часах в этих изучала мир и снимался в своих великих кинофильмах о море жаке в кустом известный 1 1 проходец 1 проплыватель подводного мира мне раз еще очень важно сказать сейчас такая очень модная тема вот экология спасение моря окружающей среды до бланпа этим занимались до того как отстала мэнстрима у них две такие темы есть одна тема высокой кулинарии и тему спасения океана вот обе темы нам близки и интересны ну и часы конечно очень хорошие что ты вообще думаешь правду бланпа 50 фатамс про эту коллекцию артема ты знаешь что как раз следующем году исполняется 70 лет со дня выхода первых 50 фатамс я думаю что мануфактура скорее всего подготовила какие-нибудь выпуски каких-нибудь интересных моделей так же как это было 9 лет назад когда был прошлый юбилей был представлен современный 50 фатамс батискаф батискаф это вообще отдельная линейка внутри коллекции 50 фатамс я могу сказать что последние годы она заработала какую-то особую популярность среди клиентов нашего направления там есть часы и таких более-менее классические там три стрелки и дата и есть с разными усложнениями в виде хронографа указатель фазы луны и многие другие календарь кстати 50 фатамс тоже принципе там тоже есть разные усложнения не только большая дата достаточно такой широкий очень много версий разных оттенков черные и синие вот есть такая версия белом цвете с голубыми метками по безелю но мы так знаешь как-то вот по утилитарному пробуем по вообще-то такой мощный производитель механизмов насколько я помню мы когда я зеленому фактуру они мне рассказывают что это две трети механизмов они делают для других компаний то есть внутри группы то есть соответственно бланпа производит механизма для вот этого всего вот этого высшего эшелона сверху пирамиды доха риминстон местами и бригея это как раз механизм мануфактуры бланпа кто-то сейчас скажет а что жили как же люди погружались воду до изобретения бланпада бы до изобретения вот этого дайвера но в принципе были до этого часы у меня в руках панера и а здесь тоже кстати одноправленный безель панера и прославился все-таки часами диверсантах подводных специальным люминором который очень круто светился под водой вот и то есть это был такой военный заказ в м с италии тридцатых годов в этой уже коллекции у нас субмерцы было тоже так ну более поздний здесь уже тот самый безель мы обязательно запишем smr пощелкаем еще послушаем не чем они нравятся конечно то что здесь вот это вот есть узнаваемая история со защитной скобой кроме этого ну такой достаточно внушительный размер я очень люблю понырая когда они с циферблатом сэндвичем вот в данном случае это здесь не сэндвич но здесь очень интересно применять технологии то здесь не просто какой-то вот люминесцентный слой по покрыт на метки да а здесь колбочки стоят вот в углублениях чтобы ну опять-таки на глубине ну и не только в глубине было очень хорошо видно кроме того чем интересные эти часы я думаю здесь фишечка то что у нас это кромботек да то есть у нас такой карбоновый дайвер не уверен что карбон был такой правильный материал для дайвера но в принципе почему бы и нет вот мы смотрится это очень эффектно получается что каждые часы ну по сути уникальный да то есть какой то все равно свой рисунок у них получается сейчас у вас панерай эксклюзив ну как минимум в москве да то есть в россии сложно найти панерай а в москве это точно эксклюзив какие еще есть материалы часы такая классика панера и сабмерсива то есть все узнаваемые черты свои здесь оставлены только вот какой-то новый материал добавлен а так конечно часы представлены других материалов и в стали и в титане все это есть нашим бутиках разных размерах корпуса можно прийти убедиться на деле как тебе вот это вот мода панера и новые чтобы делать такие женские размеры но условно женский мне кажется это вообще супер идея и клиенты реагируют очень положительно я бы сама таки носила потому что мы знаешь старые часа ны конечно вот нам нравится когда панера и вот такой вот большой в духе там арни сельверса сталлоне стэдхэм и так далее большие бортальные часы но в общем девушки требуют каких-то более таких это миниатюрных размеров да да просто не помещается на руке такие большие часы на чуть-чуть поменьше дальше у нас дайвер от сейка от японского гиганта от японского такого супер бренда конечно это такие культовые часы но фишка еще в том что вот какой обзор бы я не делал все равно придут в комментарии и скажет ну вот не хватает тут сейка даже если я не за скажу что это там обзор каких-нибудь там только не за швейцарских часов или только каких-то еще часов сторон тут придет скажет а вот сейка бы тут просто всех бы поборол к там за одной рукой до специально для вас для людей для сейка воду для любителей сейка вот обязательно добавил в наш обзор сейка модель я думаю достаточно простая но при этом пусть будет все таки именно механика мануфактурная механика да вот от такого японского гиганта и народные часы если у панера есть вот своя армия поклонников но там все-таки входной скажем так билет достаточно дорогой дата у сейка в этом плане попроще хотя я конечно за свою эту часовую жизнь очень много сосватывал людям и подобрала самых разных часов сейка там за 20 тысяч за 200 тысяч и больше вот сейка в этом плане тоже молодцы что у них такой широкий диапазон вот и по дайверским часам и им есть что сказать люди их любят поэтому я думал специально друзья для вас хотел чтобы обязательно был вот в этом обзоре сейка ну и кроме того раз будем крутить а сеймера прошлый раз мы записывали потом и говоря вот вот сейка бы тоже послушать не мешало обязательно сегодня в конце послушаем я здесь подумал что будет интересно если обзор будет такой на контрастах из японии с какой-то японской горы мы вот прям перелетаем обратно в швейцарию и я думаю самый неочевидный дайвер какой только могли увидеть в этом обзоре это же жили культер при этом ну по сути это дайвер и по всем параметрам и здесь есть ну только вместо безеля здесь крутится ободок и для него даже предусмотрена специальная заводная головка она стать закручивается чтобы чтобы не было никакой там утечки кислорода или попадания воды при этом часы 300 метровые несмотря на то что через прозрачную заднюю крышку мы видим прекрасный калибр обновленной 70 часов запас хода ну и плюс жили культер великой мануфактура посмотрите какой здесь потрясающий циферблат да такой он с градиентом с переходом и при этом ну кто скажет что это не дайвер 300 метров внутренний безель ну да ты правда что это очень неочевидный внешний вид такой для дайвера но при этом же жили культер мануфактура тем и отличается что они всегда много внимания уделяют вот изящен изящному внешнему виду при этом тут еще и очень качественное наполнение внутри при том вот такие модели они еще и со всякими усложнениями бывают там с фронографом всегда смотрится очень интересно да и потом здесь и качество отделки и качество корпуса ну и конечно за качество самого механизма прикоснуться вот к этой легенде к этой истории это каждый дорогого стоит для оценителя именно таких часовых гурманов жжер делает но такой вот свой ход на тему дайверов на тему вообще даже не дайверов скажем так спортивных часов на и такие часы вот действительно для нас это эксклюзив не представлены в бутике жарли культер в куме можно и прийти посмотреть потрогать примерить да и где их больше не найдешь такую красоту еще один дайвер который но по сути дайвер но тоже я думаю очень такой неочевидный и неожиданно это шанель j12 модель появилась буквально в 2000 году но при этом ощущение что они были с нами всегда у нас был вот обзор с твоей коллегой на тему часовых икон тоже вполне себе такая часовая икона уже стала тот случай когда дайвер превратился в нечто большее чем дайвер чем даже и ты за и спортивными часами это не назовешь есть без все параметры дайверские но при этом это классные часы кроме того шанель их сделали абсолютно в своем вот стиле дал конечные силуэты вот четкие линии графичные и кроме того они как раз запустить этот тренд на керамику в часах по моему до них была керамика насколько я помню но это уже не важно потому что все равно нас керамика ассоциируется как раз с шанель они керамику превратили в какой-то драгоценный металл да мы его обсуждаем как я не знаю там как золото платье ну или еще что-то такое бюджет не но есть равно какой-то магический блеск и что-то такое особенное надо они специально очень долго работали над этими оттенками что белый вот он такой непрозрачный и черный богатый глубокий черный цвет да потому что керамика как-то звучит не не как что-то такое прям вот супер шикарное но то что получилось в итоге у шанель выглядит конечно очень круто и вот сколько уже больше 20 лет коллекции они все равно такой супер хит и девушкам очень нравится и с этими твитами жакетами шанель и с чем-то спортивным и с чем-то строгим и сами модели самые разные то есть вот например есть бриллиантами из без там несколько разных размеров вот поэтому есть где развернуться и что себе выбрать даже если вы не увлекаетесь дайвингом даже если вы не собираетесь на море я думаю что вообще как бы да причем это море просто классные конечно это вообще отличные часы такие универсальные для абсолютно любого человека сына каждый день она же все время работает над обновлением не только внешнего дизайна но и внутреннего наполнения и вот часы 38 миллиметров не как раз стоит механизм который фактура кино сидела специально для шанель если ты обратишь внимание можно как раз обратной стороны посмотреть там уже стоит прозрачная крышка из сапфирового стекла где отлично виден сам механизм сертификат коск 70 часов запас хода 5 лет гарантия все очень серьезно да то что если какие-то часаны скажет ну шанель но это разве часы то мы вам скажем ребята извините но на мануфактурном механизме это не читая еще других мануфактурных часов которые появились ранее при этом все дайверские параметры сертификат коск часы кэш классные на самом деле мне кажется и мужчине подойдут такие да в общем то да так и есть 38 миллиметров такой универсальный диаметр j12 икона легенда классный да это у нас были дайверы которые может быть не ожидали люди увидеть в дайверском обзоре но это часы без которых дайверский обзор был бы не замерз недостаточно дайверским если морская тема да конечно же должен быть там си мастер причем так как у нас обзор с фишечкой мы для вас подобрали не просто си мастера си мастер хронограф причем хронограф яхтиной во первых этого мега великая марка супер механизма мастер хронометр сертификация самая высочайшая там ну гораздо выше чем коск можно было бы взять какой-нибудь пример бондовский оси мастер но у все уже много раз видели поэтому я думаю возьмем что-нибудь вот такое эдакое у меня в руках си мастер яхтенный хронограф то есть хронограф с обратным отсчетом для того чтобы яхту успели выстроиться и начать соревнования вся такая лимитка здесь контрастные кнопки плюс еще есть защита до чтобы случайно не сбросить показания потому что все очень важно каждая минута каждой секунды на счету здесь вот сбоку рычаг который позволяет блокировать нажатие кнопок на хронографе но в остальном керамика керамический безель керамический циферблат стальной корпус красивые такие волны все очень круто сделано ну как обычно в омеге механизм очень красивый коллекция конечно совершенно замечательный абсолютный бестселлер марки помимо хронографов там есть версии просто три стрелки с датой циферблаты во всех возможных оттенках синий черный белый серый какой угодно это стали это керамика это титан есть и разбежаться на любой вкус я думаю такой дайвер тоже в москве на сложно найти а может быть и в россии да такая вот классная еще один очень популярный дайвер но здесь у нас фишка в том что он такой модный черный керамический керамический корпус керамический безель но вообще ланджин гидроконквест но я так наш это вообще такой один из хитов марки и в своем сегменте мощный игрок по этой модели ну и сам бренд конечно такой один из самых популярных и в мире и в россии ходит в топ-10 для меня это ланджин гидроконквест одна из самых таких мест популярных моделей которые я вот людям скажем так сосватал вот и люди их носят и периодически мне пишут как они довольны как они рады этим часам причем некоторые покупали еще там старые версии когда еще не было керамики и все равно это актуальный классный дизайн актуальные классные часы вот и то есть я утну не помню что кто-то их со временем разлюбил вот так же такая вот любовь на века самый хит это конечно синий циферблат и на браслете да синий циферблат браслеты небесель классный ты бестселлер нашел бытика в гуме уже вот наверное последние года три я сам если честно у ланджина больше люблю всякие хиллит эйдж старинные часы дайверские тоже есть и легендайвер и дайвер да сам не уланжен есть где развернуться в плане дайвер первый этаж гум целый бутик ланджина приходите в общем выбирайся классный час еще одна марка который очень люблю не потому что она созвучна своей фамилия просто как-то так вот ну получается что нравится дизайн который они делают в часах как они обыгрывают самые разные темы темы автоспорта тема дайвинга и там хронографа у классные вот мы сейчас говорим про такое про коллекцию акварейсер акварейсер насколько я знаю тоже очень популярны в россии она мне кажется если я не ошибаюсь это самая популярная коллекция на российском рынке мы взяли конечно же не могли не не взять это у нас новая такая версия акварейсер вот ну про новый акварейсер у меня есть отдельный обзор на канале вот можете посмотреть классные интересные часы хорошо что они их обновили то есть но не слишком изменились но там добавили много фишек опять-таки в это про это про все есть отдельное видео а в обзор дайверов с фишечкой я думаю должен быть один хотя бы пепси да вот понятно что это пепси стал модным там ну с легкой руки роликса но как бы это в итоге стало трендом многих в дайверской коллекции не в дайверской стали появляться такие вот пепси так называемый пепси циферблат вот газировки это не имеет никакого отношения то здесь на самом деле синий красный цвет это обозначение день-ночь вот потому что-то резель пользуется в часах с функцией gmt то есть со вторым часовым поясом обозначение день-ночь принципе бывает и другими цветами обозначает но вот синий красный как тут она так зашло людям и достаточно стала популярной такой истории но надо сказать что это как бы дайвер получается уже поколение предыдущие но она не перестала быть все равно актуальным да и по большому счету этой коллекции уже порядка сорока лет восьмидесятых появились первые спортивные часы такое коррекция такая называлась серия 2000 вот это вот такой стал продолжение вот сейчас современный так по рейсер и внешне по стилю они не так часто протерпевает какие-то изменения скорее доработки такие доработки но и в принципе на самом деле хорошая функция откровенно говоря какие нам функции нужны в часах ну кроме там часов минут секунд то есть я думаю что это функция которая такая ну самая полезная да я думаю что хронографом люди не так часто пользуются gmt все-таки вещь нужная даже если вы не путешествует все равно то есть часто мы привязаны там каким причинам еще какому-то поясу и удобно иметь всегда на руке видеть какой там час еще один дайвер тоже неожиданно я думаю это же такой эксклюзив это глаз юта них дайверская коллекция появилась буквально 19 кажется это был год вот это был очень неожиданно я сейчас сначала их как-то не принял вот потом правда все равно полюбил то что глаз ют я очень глаз юта люблю вот и был у них там и вообще люблю немецкие часы все равно когда смотришь на этот циферблат на эту большую дату без перемычек без всего в на одном уровне как механизм сзади сделано просто механизм то что нам намного мануфактуры рассказывали вот классные часы при этом немецкие такой дайвер для тех кто хочет какой-то вот дайвер не как у всех для тех кто часовой гурман как он в часах разбирается и не особо зависит от там мнение окружающих то есть ему не нужно чтобы его часы сразу как-то считывали как какую-то там роскошь или как какую-то там попсовую модель еще что-то наоборот когда человек носит часы вот для себя и сам получает от них удовольствие ну да тут не то что даже бренд нишевые тут и коллекция внутри бренда она тоже такая нишевая потому что глаз юта это все привыкли такое классические все часы лебяжья шея там все такое строго и красивое тут вдруг спортивные часы но при этом они мне кажется абсолютно вот духе бренда сделаны властью то есть такие костюмные часы в основном и дает кто же такой костюмный дайвер но при этом бренд сделать условно спортивном стиле по более тяжел да но при этом сзади мы все равно смотрим конечно на этот механизм как это все сделано как это все декорировано а декорированы этого ребята на очень высоком уровне и такие часы есть и в диаметре 38 миллиметров и 43 миллиметра то есть на разных при этом то есть там получается внутри коллекции то есть вот такая современная линейка есть еще линейка которая такая типа хирит эйш если кто скажет а зачем вообще вот гасют никак не делали вдруг сделали они там на самом деле перевыпускают старую модель они даже вот и показывали то есть свой старый старый дайвер они вот перед перезапускают вот в этой вот модели там даже хитридж версия на более похожим на прадеда этих дайверских часов так что есть у них историческое основание запускать и для то и такую коллекцию как и все бренды классе ты тоже заклинула в архивы да но и конечно же мы в гостях с угли мы скажем что глаз счет эксклюзив причем даже не московский вообще глобально прям российский эксклюзив глас юта можно купить только в бутиках сублим сублим гум сублим гум приходите на знакомство с этими немцами и на десерт такой но последний не по значению да по очереди абсолютно при этом один из первых в россии надо надо признать это улиц нордан вот марка которая так любимого в россии некоторые даже думают что вообще только в россии их покупает на самом деле нет но российский рынок действительно для марки очень важно и очень такой большой мы решили что раз уж у нас вот такой вот с фишечкой то возьмем не просто улицовский дайвер а вот дайвер такой вот бикалорный интересный улиц есть и там и стальные и золотые и каких только не дайверов был бы неправильно делать какую-то дайверский такую морскую тему поднимать в часах без улица потому что начинали то они как раз вот с того что делали различные морские хронометры вот часы которые как раз устанавливаются на кораблях такие серьезные приборы для навигации сейчас у улица больше даже такое внимание на от коллекцию free их на коллекцию глазу такой футуристическая да но насколько я понимаю в россии все-таки все равно любит улиц именно вот за дайвера за такие вот мощные классные часы за счет час уже кулис нордан поняла что на самом деле дайверские часы даже если взять статистику продаж нашего направления это действительно вот одни из самых популярных россии часов вот вид часов дайверский в принципе из всех брендов можно сказать что всегда входит в топ продаж и вот улиц не является исключением помимо маринов marine хронометры разного вида дайвера тоже всегда пользуется популярностью это то зачем в первую очередь ассоциируется бренд для нашего клиента друзья спасибо за просмотр надеюсь что вам этот обзор был очень так интересен и полезен постарались собрать для вас такие вот классные дайвер то есть тема на который уже много-много раз все говорили но можно всегда новым углом не посмотреть и мне кажется нам это удалось я небольшое спасибо за участие за то что вообще пустил меня вот в их сокровищницу в часовую нырнуть и достать с глубин для вас такие вот замечательные часы но в данном случае классные дайверы артем спасибо тебе что беседовал со мной и рассказал свое вот высказал свое экспертное мнение по нашей коллекции мнением это столько было даже не эксперт на такое абсолютно от сердца но и надеюсь что надеюсь что эти как раз оно и было дорого так что приходить sublim классные часы многие марки эксклюзивно многие часы уже больше ли вы нигде не найдете только здесь и пишите в комментариях какие часы вам показать подробнее рассказать может быть немецкие часы может быть какие-то швейцарские какие-то японские вот пишите все вам расскажем покажем максимально подробно красиво в 4k все как вы любите число а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...